Долгосрочная целевая программа по улучшению инвестиционного климата в Ивановской области в 2012-2016 годах продолжает свою работу. На заседании правительства обсудили ее результаты за прошлый год. Как утверждают специалисты, инвестиционный риск постепенно снижается. Привлекательность региона для бизнеса медленно, но все же растет. Стимулирует прежде всего господдержка. В 2012 году 8 предприятий получили субсидии на оплату процентов по кредитам. Общая сумма предоставленных субсидий составила 13,2 млн. рублей. По сравнению с 2011 годом объем средств, направленных на этих цели, увеличился более чем в полтора раза, а по сравнению с 2010 годом почти в два раза. В текущем году инвесторы, претендующие на данную форму государственной поддержки, могут получить субсидии из расчета 2,3 ставки рефинансирования. Решение об увеличении ставки с 1,2 до 2,3 было принято в прошедшем году. В 2012 году на каждый рубль выплаченные инвесторы в бюджет вернулись 2,5 рубля в виде налогов. Однако, какой бы ни была поддержка со стороны федерального правительства и региона, все может оказаться тщетным, пока в обществе существует формальный подход к развитию бизнеса. Взять хотя бы пример парашютного завода «Полет». В декабре 2011 в эксплуатацию было введено новое здание предприятия. Инвестиционный проект – один из самых удачных в регионе. Проверяющий Ростехнадзора затребовал от руководства завода паспорт энергоаудита, при том, что здание было построено на основании проекта, прошедшего госэкспертизу. Для этого нужно обратиться именно в аттестованную при Ростехнадзоре организацию, которая заключает договор на оказание этих услуг. Стоимость услуг формируется от уровня потребления предприятием электроэнергии. Например, если мы по году платим 12 миллионов за электроэнергию, соответственно, стоимость услуг равна 600 тысячам рублей. Для чего этот документ нужен? Чтобы мы заплатили эти деньги и положили благополучно на полку этот документ, чтобы было приятно инспектору и всем остальным. И как при подобном формализме существовать и без того небогатым проектом – непонятно. В то же время президент Владимир Путин призывает к 2018 году достигнуть объема инвестиций в 27% от ВРП. При подобном подходе, при текущей работе мы сегодня имеем объем инвестиций в основной капитал, если я не ошибаюсь, в размере 15-17% от ВРП. Как добавить до соответствующих поставленных президентом цифр пока не совсем понятно. Непонятно, как решать и другую проблему – нехватки рабочих кадров. Самый высокий уровень оплаты труда наблюдается в сферах деятельности, ничего не производящих. Ставить у станка просто некому. Выпускников вузов в 10 раз больше, чем в советское время. В 10 раз больше. У нас, коллеги, индейцев нет, одни вожди. И некому работать, понимаете? Количество мест на гуманитарные специальности в вузах сокращают каждый год. Губернатор поясняет, что это мера вынужденная. Сколько потребуется лет, чтобы кадров с рабочими специальностями стало больше, сказать пока сложно. Однако для инвесторов это могло бы стать еще одним важным стимулирующим фактором. Елена Белова, Олег Милехин, РТВ Иваново. Спасибо. Продолжение следует...